Всем хаишки, с вами я Александр, это канал Аймбот, ребят, и сегодня, наконец-то, Бличи Мортал Сол. Я так давно не мог записать видео по этой игре, потому что, ну, прям, писал то одно, то работал, то еще что-то. Не доходили руки, но на самом деле проходило обновление в понедельник. Сразу же скажу, что у нас на сервере на 18-м проходило в понедельник обновление. Добавилось что? Добавился новый сезонный пропуск вот с этим высом Икаку Мадерамы. Вот он выглядит вот такой, сейчас мы его отправимся посмотрим. И также добавился новый ЮАР-герой, который, соответственно, стартанет у нас тоже в понедельник. Сейчас мы их разберем, то есть. Ну, на Икаку я не буду заострить свое внимание, я думаю, что СССР-герой сейчас как бы... Они неплохие бывают, но они менее актуальны, чем все-таки для основной темы ЮАР-герой. СССР-герой это те ребята, которые в поддержке где-то могут участвовать на каких-то ПВП-сражениях, где-то могут участвовать, да, где-то в сражениях просто, в каких-то доп-тимах, но не в основной пачке. Вот, поэтому мы их не смотрим. Икаку Мадерами, вот он, пожалуйста, вот он парень серьезно настроенный, лысый, довольный, что еще можно сказать? Просто счастливый пацан. Здесь, значит, что у нас, ребята, по Икаку убираем. Здесь у нас Хозуки Мару. Хозуки Мару, вот, и на него и нужно, на самом деле, сейчас смотреть. Смотреть, смотреть вблизи, смотреть вообще, что, как он на себя представляет. Давайте, во-первых, мы сразу нажмем испытание, пускай он автоматически побьется, а мы сейчас на него поглядим. Знаете, что это у нас? У нас это танкующий, ребята, персонаж. Насколько я помню, с фракции птиц, да, что-то я не посмотрел даже. Вот, ну и давайте посмотрим, что он вообще умеет. То есть он бьет нашу Орехимичку, то есть вражескую Орехимичку, которая стоит в переднем ряду. Она не наша, но лучше была бы наша. Вот, ну да ладно. Она бы хилила, она бы присматривала за нами. Так, ладненько. Бьем мы вот так вот в передний ряд, ребят. То есть вы все посмотрели. Оп-оп. Получаем мы где в нос, где под дых, где еще куда. Межглаз и верхних, нижних, всяких разных, где только можно получить. Ну и вот, вот как бы такие удары. Ну, в принципе, что он? Ну, бьет и бьет, бьет и бьет. Как бы от танка, в принципе, много ничего не стоит ждать. То есть мега дамага, короче, от него не дождешься. Вот, перебьет передний ряд с ульты. В принципе, все. На это больше я не хочу смотреть, потому что, ну, потому что, во-первых, это долго. Это долго он еще будет, ульты две, наверное, использовать на задний ряд. Ну, может, одну, ладно. Допустим, пускай одну. Ну, а это, опять же, трата времени, которого мы ценим и свое, и ваше. Знаете что, ребятушки, у нас получается Хозу Кимару. Хозу Кимару, который, да, танк, который птица, и который, давайте посмотрим инфу. Который, посмотрим инфу, это у нас, получается, страйк, ребятки, по поводу душ, по поводу душ. Значит, душа звезд в вызове серии Т, коэффициент урона и коэффициент антиурона всех персонажей подбивается на 3%. Ну, здесь, как бы, стандарт, спецтуша антикрита всех атакующих персонажей повышается на 0,67 в режиме. Пвп здесь повышается на 15%. Вот так вот. Значит, что, давайте по страйкам. По страйкам, ребятушки, первые удары, это страйк, соответственно, трехзвездная палка. Значит, причиняет урон одному врагу и наносит два удара копьем. Удар копьем наносит урон в размере от 3% до 5% от максимальной жизни Хозу Кимару. Случайным образом. Есть 30% шанса вызвать голокружение у цели. Шанс, на самом деле, невелик, и он, скорее всего, бультуризаться, либо может подниматься, в зависимости от действия разных факторов. Не буду говорить, какие. И вот, ну, это может быть. То есть, может быть и больше, может быть и меньше. Значит, что далее? Далее. В кавычках. Факторы это души и всякое такое прочее. Прокачка персонажей и прокачка вражеского героя. Поэтому все может меняться. Так, здесь, значит, что у нас ультима, ребятушки, ультима. Циклонный удар. Наносит урон переднему ряду врага у этого удара. Навыком есть дополнительные 35% коэффициент пробоя. Расходы 10% от своей максимальной жизни. Чтобы нанести цель и урон в размере 12% от ее максимальной жизни. Это значение не может повышать 15% от максимальной жизни. Хозакимару. Эффект запускается, когда текущая жизнь опускается ниже 10% от максимальной жизни. После запуска текущая жизнь падает на 1 очко. После пробуждения спецоружия у нас, соответственно, повышение эффекта навыка. Также добавляется щит. Размер которого зависит от своей жизни. Максимальной жизни. Вот. Так что, в принципе, ему нужно пробужденка. Потому что там будет эффект повышения. А также еще добавление щита. То есть, в любом случае, ему нужно, чтобы, если вы хотите им играть, ему по-любому нужно пробуждение, ребят. Здесь у нас дается усиление жизни. Здесь у нас получается пробуждение рюмон. Повышение коэффициента антиурона Хозакимару. В начале каждого раунда получает 1 ярус рюмона. Максимально складывается до 3 ярусов. Первый ярус рюмон снижает получаемый урон на 15%. Второй ярус рюмон повышает сопротивление к дебафам на 40% и ускоряет восстановление гнева на 20%. Третий ярус рюмон повышает максимальную жизнь на 15% и коэффициент контрранения на 20%. Во время ультимы, после накопления трех ярусов рюмон, урон повышается на 20%. А также восстановление 20% от потерянной жизни. Ну, как сказать, в принципе, он там лечится. Это, короче, парень, который играет на себя. То есть он ничего, в принципе, для команды не делает. Никаких там бафов на команду не ложит. Дебафов он тоже вроде, кроме как оглушения, никакого не может раздать, насколько я вижу. Вот, вот здесь есть небольшой шанс до 30%. Ну, я бы не сказал, что это прям большой шанс будет работать очень редко. Очень редко, либо даже вообще никогда, по мне так кажется. Вот, но где-то в прохождении может. Да и то в прохождениях он тоже не работает. Да и в PvP, скорее всего, он ничего не будет накладывать. То есть, потому что все уже все раскачали, там уже на них ничего не действует. Вот эти антивсякие станы, вот эти уже все прокачаны. Значит, что, ребятки, что я могу сказать по поводу этого героя? Что-то он может, что-то он может. Он может себя бафать, он может там лечиться, он может, в принципе, накинуть головокружение. Но полезности для команды здесь, ну, никакой я не вижу, ребята. Как танк мы видели уже много хороших, крутых танков. Типа как Содана Шараюки, типа как тот же уже Айзен. Алихимочка, классная, шикарная девица, которая считается танком. Ну, а на хил, по факту, но тем не менее. То есть, если сравнивать с этими просто топами топов, то Хозекимару, ну, даже тут же посчитать ивентную Мацумото, тоже я бы сказал, что хороший танк. Хороший танк. Есть у него особая фишка, что она чистит весь ваш ряд. Вот после всей гадости, которая вас накидает, любые станы, любые травления, поджоги и всякое такое прочее, чтобы у вас не пылало, не горело, не пыхтело нигде. Она все это чистит. Поэтому это тоже топ, просто в поддержку, просто куда-нибудь ее поставить, она тоже классная. Ну, вот этот парень, пацан, ну, я не знаю, куда его поставить. Мне кажется, это трата своих ресурсов. Если у вас нету хорошего танка, но качать это тоже я бы не стал бы, не советовал бы. Скорее всего, кто-нибудь, да, у вас есть. Кого-нибудь там прокачали. Ульки Ору, либо первого, либо второго, либо еще что-то. Что-то у вас же есть и тратится на Хозекимару, но это дело ваше, ребят. Но я бы это делать не стал. Поэтому решайте сами, думайте сами, читайте еще, проверяйте, тесте, говорите, потом хейте, что, типа, ты сказал он плохой, он оказался имбический. И что я, конечно, в это не поверю. Вот, поэтому, как бы таки так. Да, он может, возможно, жить, но он все равно будет жить не так, как в Судан-Шуровике. То и вообще пофигу. Она впитает урон и ничего не получит. Вот, может быть. Впитает, а может не впитает. Тоже рандом, тоже удача. Ну что, ребятушки, вот и видео подошло, собственно, к концу своему логическому. Ну и остается завершить и сказать, что Хозекимару это трата ресурсов, на мой взгляд. А вы оставляйте комментарии. Всем хорошего настроения. Подписываемся на канал, кликнем на колокольчик, делимся видео с друзьями, приходим на стримы и будем чаще встречаться. Ну, а сегодня вам хороших обдумываний по новому герою и комментарии под видосик. Всем пока-пока.